Всем привет! С вами Ольга Чернова. Сегодня 25 марта. Я продолжаю пикировать свои томаты. Если первые у меня стоят распикированные и уже по стаканчикам, то эти только я начала. Смотрите, эти посеяны в конце февраля. Я еще раз хочу поговорить про пикировку, потому что кто-то у нас добавился. Это хорошо, вот мы такие старенькие, опытные садоводы-огородники, знаем, что такое пикировка, зачем она делается. Но есть у нас же и молодая кровь, которые только-только начали заниматься. Это не значит, что они по возрасту молодые, но они у нас все молодые огородники, которые недавно приобрели садовые участки или увлеклись недавно. И вот им нужна именно разница между пикировкой, пересадкой и перевалкой. Я сейчас все буду показывать. В данный момент я сейчас делаю пикировку. Что такое пикировка? Ну прежде всего пикировка это пересаживаемый. Вот смотрите, вот этот загущенный посев, сюда я посеяла. Я рассказывала, что через полтора-два сантиметра густо-густо-густо сеем, через три-через четыре там. И у нас получается очень много. Вот здесь у меня высажено 30 сортов. Вот все они у меня переписаны, все-все-все-все. Теперь я их, когда пикирую, я их разреженно высаживаю. И здесь вот в этом целом лотке у меня будет всего 5 сортов. Как проходит пикировка? Пикировка проходит, конечно, всегда у нас с повреждением земляного кома, потому что никак очень сложно. И мало того, что мы повреждаем земляной ком, чаще всего почти все огородники делают с повреждением корневой системы. То есть вот этот кончик основной мы прищипываем. В остальном ничего сложного нет. Я заранее маркирую вот этот весь мой лоточек. Подписываю, какие будут сорта, сколько. И потом уже в готовые дырочки вынимаю и раскладываю. Сейчас я покажу, как вам, я покажу вам, как я вынимаю. Все это очень просто, все это очень быстро. Но самое главное, что я хотела сказать. Вот после первой пикировки я показывала, когда многие спрашивают, можно ли выращивать томаты без пикировки? Обязательна ли эта процедура? Можно ли обойтись без нее? Конечно, можно. Можно сразу сеять в отдельные стаканчики. Некоторые сеют стаканчик потом, для того, чтобы немножко корневая система больше всего образовалась на стволике, подсыпают земли и все. Но я делаю всегда с пикировкой, еще раз повторю, потому что пикировка дает возможность сделать выбраковку растений, то есть, которые маленькие, больные, которые плохо взошли, я их не беру. Беру все почти одинаковые, чтобы они были. Опять вопрос, когда начинать делать пикировку? Тут расходятся мнения и огородников, и даже специалистов. Где-то пишут, при одном настоящем листе уже нужно делать пикировку. Где-то указаны данные, при двух настоящих листьях, некоторые при трех настоящих листьях делают. А я скажу вам вот свое мнение. Пикировать томаты можно хоть когда, хоть с двумя семидолями, хоть один настоящий лист появится, хоть два настоящих листа. Вот эти у меня, так уже третий настоящий листик вылазит. Вот смотрите, 23 февраля я их посеяла, через три или четыре дня они взошли, им почти месяц. Вот примерно три недели, месяц я начинаю пикировать. Когда я распикирую, пикировать можно, опять же, вопросы, обязательно в лотки пикировать или в стаканчики. Пикировать можно и в лотки, и в стаканчики, и в кассеты, и в пакеты из-под молока, из-под сока, в любую-любую тару, в самодельные стаканчики, хоть куда. Можно в общий лоток, можно в отдельные стаканы. Пикировка это полет фантазии огородника. Кто-то может вообще без нее обойтись, я без нее обойтись не могу, потому что мне вот удобнее так сначала сделать загущено, мало места занимает. А сейчас уже когда в теплицу будем выставлять, иногда на ночь и там будем оставлять, если будет тепло, уже есть возможность их распикировать. Вы понимаете, что вот с этого лотка у меня получается таких три или четыре или даже пять лотков, они уже расползаются по всему дому. И как раз вот начало апреля это те временные, вот такой тот период, когда иногда можно будет оставить уже в теплице, так что я их пикирую. Все, до свидания. Вот этот еще дополнительный ролик про пикировку, потому что один ролик покажешь, возникает к этому ролику еще больше вопросов. Те, кто ни разу не пикировал, конечно, хотят обойтись без этого, вот спрашивают, можно ли вырастить без пикировки. Конечно, можно. А зимые томаты, мы когда выращиваем, они на одном месте растут и растут, никто их не пикирует. Но если в домашних условиях, ну это мое мнение, я люблю пикировать. Мне кажется, что это помогает, вот до семи долей заглубляю. И когда... А, еще хотела сказать, некоторые пишут, но это очень мало, один процент, наверное, из ста. А вы, что я отщипываю вот этот основной корешок, я порчу жизнь растениям, что они лезут вниз туда, им надо туда вглубь, на большую глубину залазить, там воду искать. Вы не забывайте, что у всех разные условия. У нас в сибирском регионе вообще нежелательно, чтобы он лез туда вглубь, воду искал. Там на глубине очень прохладно, когда мы высаживаем томаты. У нас прогретый грунт только вот 20-30 сантиметров, дальше иногда даже еще лед. И у нас почва, вот этот плодородный слой, он всего 20-25 сантиметров. На глубину ему лезть туда смысла нет, он ничего там не найдет, там никаких питательных веществ. Там у нас голый песок, песчаная почва, мы город на берегу реки расположен. И поэтому вот советы тех, кто говорит, что нельзя отщипывать основной корень, он нужен для того, чтобы туда вглубь лезть. Вот нам он не подходит, лично мне, где я проживаю в моем регионе, в моем личном огороде. Если я этот корень оставлю, он туда вглубь полезет, он может от пониженной температуры томат может даже заболеть. Так что вот исходя из этого, хочу еще раз вам напомнить. Когда вы слушаете советы чужие других блогеров, например, мои и там еще какого-то, еще какого-то, вы никогда не повторяйте слепо, потому что не каждому подходит совет того или иного человека. Вы должны все прослушать, выбрать себе самый оптимальный вариант и сделать так, как нужно вам, как подходит вам, как удобно вам. Нет такого единого решения для всех огородников. Вот я делаю так, другой делает по-другому. Каждый способ хорош, я и говорю, что пикировка это полет фантазии, но опять же с применением, с учетом ваших личных условий. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Субтитры сделал DimaTorzok